МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожар, произошедший 5 февраля в Жлобинском государственном металлургическом колледже, стал причиной госпитализации женщины и гибели мужчины, работников этого учебного заведения. Спасатели получили сообщение в 10.41 утра посредством системы автоматической пожарной сигнализации и передачи извещения о чрезвычайных ситуациях молнии. По прибытии на место происшествия огнем было охвачено подсобное помещение на первом этаже четырехэтажного здания. В коридорах и комнатах сильное задымление. Сторож сообщил, что в учреждении находятся люди. Звеном газодымозащитной службы на первом этаже в 30 метрах от очага возгорания был обнаружен мужчина. Его вынесли на улицу и передали медикам, которые впоследствии констатировали смерть. Он действовал правильно, но в случае не учел только то, что воздействовало на него токсичные продукты горения от материалов, находящихся в этом помещении. Соответственно, их вдыхание привело к потере ориентации на местности и дальнейшей гибели. Поэтому хотелось бы обратиться к гражданам Гомельской области, что в целом на эти действия надо доверять профессионалам. Если вдруг почувствовали угрозу своей жизни и здоровью, то помещение надо покинуть. В кабинете на третьем этаже находилась сотрудница училища, но ее удалось спасти. Огнем уничтожено имущество в помещении, в котором возник пожар. Сотрудники Жлобинского районного отдела Следственного комитета начали проверку в связи с гибелью человека. ЧП внесло коррективы в работу администрации учреждения, но никак не повлияло на учебный процесс. Оперативники наркоконтроля УВД Гомельского облсполкома совместно с коллегами из Советского РОВД задержали двух жителей областного центра, которые, организовав лабораторию по производству метаамфетамина, снабжали им потребителей со всей Гомельской области. Лихой тандем химиков долго решался на возобновление варки мета. После того, как в 2014 году родственник одного из них был приговорен к 13 годам лишения свободы за изготовление химической наркоты, парни легли на дно. Но в конце прошлого года 38-летний гомельчанин, старший из дуэта, все же рискнул незаконным способом поправить свое финансовое положение. Формула у него была, но чтобы в ней разобраться, позвал в помощь 34-летнего приятеля. Наркодельцы изыскали колбы, реактивы, противогазы и наладили в подвале частного дома, расположенного в Новобелецком районе Гомеля, работу нарколаборатории. Шатка-валка, но дело пошло. Фен и еще одно название метамфетамина в наркоманских кругах получился довольно качественный. Жизнь налаживалась, ночью варили, днем продавали, соблюдая при этом конспирацию и максимальные меры предосторожности. После каждого варенья приборы они непосредственно раскладывали по частям, чистили инструменты и складывали в специально отведенные тайники. Химию они продавали только по предварительному звонку проверенного заказчика. Но несмотря на все меры предосторожности и конспирацию, ночью с 4 на 5 февраля сотрудниками областной госавтоинспекции был остановлен автомобиль Ауди. В ходе осмотра данного автотранспорта был обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом. Данное вещество было направлено на экспертизу судебным экспертом. А ближе к утру в Гомеле на улице Пушкина наркоконтроль при поддержке бойцов ОМОНа задержал старшего наркодельца. У него обнаружили и изъяли небольшой пакетик с порошкообразным веществом массой в 1 грамм. Нам было поручено проведение внеочередной экспертизы. В ходе проведенного исследования установлено, что представленный объект содержит особо опасное психотропное вещество, неиспользуемое в медицинских целях амфетамин. Милиционеры прибыли к месту жительства второго задержанного. В ходе обыска в доме и подвальном помещении нашли и изъяли 19 бутылок с уксусной кислотой, стеклянные колбы, электроплитку, керамическую лампу, вытяжку, респираторы, маски для безопасной работы с химическими элементами, канистры с прекурсорами. Остальную часть лаборатории наркодельцы-химики прятали в тайнике, который замаскировали сложенными ровными рядами белого кирпича, заваленного обрезками ДВП. В одной из комнат нашли и готовый наркотик в количестве 23 граммов. В отношении двух гомельчан возбуждено уголовное дело. Оперативники имеют все основания полагать, что амфетамин реализовывался не только на территории Гомеля, но и области. В настоящее время правоохранителями проводится необходимый комплекс оперативно-следственных и экспертных мероприятий по сбору доказательств противоправной деятельности наркохимиков. Гомельские судебные эксперты в прошлом году провели свыше 47 тысяч экспертиз. Об этом стало известно по итогам коллегии, которая состоялась в региональном управлении ведомства. В 2015 году специалисты по судебно-экспертной деятельности исследовали почти 17 тысяч мест происшествий. При этом ни одна процедура не была выполнена позже установленного срока. Коллектив управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области в прошедшем году работал в напряженном ритме. Самый важный момент, который хотелось бы отметить, что все экспертизы выполнены в 30-дневный срок, а исследования в 15-дневный срок. Это достойный результат работы всех сотрудников управления. Более оперативной работу суд-экспертов сделала современная техника, приобретенная в прошлом году. Хроматомассспектрическая система проводит анализ наркотических и психотропных веществ. Для сравнения, раньше некоторые материалы направляли в Минск и ожидали результата несколько недель. Сейчас анализ проводят на месте за 40 минут. Раньше мы определяли довольно ограниченный спектр соединений. Сейчас мы можем определить фактически все. В том числе спайсы, различные лекарственные препараты, разрешенные контролируемые обороты и так далее. На встрече также озвучили планы на этот год. Положительные тенденции нужно не только сохранить, но и улучшить. В этом году эксперты продолжат сокращать срок проведения экспертиз и повышать их качество. У виновного в аварии под Речицей водителя в крови содержалось около 2 промилле алкоголя. К такому заключению пришли судебные медики. Напомним, ранним утром 27 января этого года на 121-м километре автодороги Октябрьский, Паричи, Речица, вблизи деревни Деражня водитель автомобиля Мазда 626 совершил лобовое столкновение с автомобилем Фиат Браво СХ под управлением 70-летнего жителя районного центра. В результате ДТП водители обоих автомобилей, а также 34-летний пассажир японского авто погибли на месте. Женщина, находившаяся в момент столкновения в этом же транспортном средстве, каретой скорой медицинской помощи, была доставлена в центральную районную больницу. Медики обнаружили у пострадавшей перелом левой локтевой кости, а также диагностировали алкогольное опьянение. Речицким районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Следствием также установлено, что водитель Мазда 626, 27-летний житель деревни Жмуровка Речицкого района, не имел права управления механическими транспортными средствами, так как в июне 2014 года был его лишен за пьяную езду на три года. Следствие располагает данными, что накануне ДТП водитель автомобиля Мазда, а также два его пассажира употребляли спиртные напитки непосредственно перед происшествием. Все они сели в салон этого транспортного средства и, к сожалению, случилось то, что случилось. Установлено, что резина на колесах автомобилей соответствовала времени года. С места аварии изъяты необходимые объекты. По ним эксперты изучают техническое состояние транспортных средств на предмет наличия неисправностей, возможно, существовавших до момента ДТП. Но главной причиной, по версии следствия, на данный момент является все же алкоголь. Судебно-химическая экспертиза показала, что у крови у водителя обнаружено около двух промиллей алкоголя. У крови у пассажира обнаружено чуть меньше двух промиллей. Это соответствует употреблению около 400 грамм водки. ГАИ рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте ввиду неблагоприятных погодных условий. Тем, кто, несмотря на погоду, все же прибегнет к эксплуатации личного транспорта, необходимо тщательно следить за техническим состоянием автомобилей, исправностью тормозной системы и обогрева. Из-за неверной оценки погодных условий в Добружском районе на трассе М-10 погиб 44-летний водитель автомобиля «Форд». Машина столкнулась с «Фольксвагеном» при выезде на встречную полосу движения. В результате ДТП в больнице в тяжелом состоянии с травмами оказался еще один человек. Причиной дорожно-транспортного происшествия послужило то, что водитель автомобиля «Форд» не учел дорожные и погодные условия, неправильно выбрал скорость, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Каруэлла». Штык-нож к немецкому карабину «Маузер» нашли сотрудники таможни в рейсовом автобусе «Николаев Гомель». Старинный предмет с вековой историей обнаружен у гражданина Беларусь, в пункте пропуска «Новая Гута». Во время прохождения таможенного контроля выяснилось, что предмет не был задекларирован в установленном порядке. Согласно экспертизе, это штык к магазину немецкого карабина «Маузер» образца конца 19-го – начала 20-го века. Предмет изготовлен заводским способом и является холодным оружием. В соответствии со статьей 8 закона Республики Беларусь об оружии, на территории Республики Беларусь запрещается оборот холодного оружия и ножей. По данному материалу был составлен протокол по части 1 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь административных правонарушений. И для рассмотрения был направлен в суд центрального района города Гомель. Санкция статьи предусматривает от 5 до 30 базовых величин с конфискацией или без конфискации данного предмета. Подобные вещи гомельские таможенники задерживают нечасто. Так, в прошлом году было только 4 таких факта. Среди предметов – монеты, икона и Библия конца 19-го – начала 20-го веков. И это главные правовые новости за неделю. Увидимся в следующий четверг на телеканале «Беларусь-4 Гомель». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok